Продолжение следует... Продолжение следует... Какой номер столика? И первый. Пятый первый, что вы думаете? Пятый А? Первый? Ну да, на самом деле так и есть. Действительно, слева художник, справа. Эта картина создана искусственным интеллектом. Причем она создана именно по названию. Эта картина называется «Рождественский базар». По этому названию искусственный интеллект и нарисовал картину. Ну, возвращаемся к нашим столам, получается, второму, третьему и четвертому. К вам обратился на консультацию пациент 34-х лет. В 15-м году у него выявлена опухоль прямой кишки. И на самом деле он начинал лечиться в 15-м году вне онкологии. Ему была выполнена резекция прямой кишки с расширенной лимфоденоктомией. И далее он получил 12 циклов адювантной химиотерапии. Сразу же после завершения лечения у него выявлено прогрессирование заболевания в виде мелких очагов в печени. Выполнено молекулярно-генетическое исследование. Как вы видите, что выявлено HER2-экспрессия 3+, микросателитной нестабильности не обнаружено. КИРАС, НРАС и БРАФ также не обнаружено. Ну вот, кто готов озвучить, что бы вы сделали в качестве следующего этапа? Четвертый, второй, третий. Кто готов? Кто-нибудь? Мы бы, наверное, выбрали, учитывая множественное поражение печени, правильно? Да. Мы бы, наверное, учитывая молекулярный статус, выбрали бы химиотерапию. А все-таки, наверное, для опухоли кишки, тросту, зумапом, по рекомендациям идет в последующих линиях. Не в первой линии лечения. То, что это первая линия лечения. И какая бы была у вас химиотерапия? В эфире? В эфире... Не знаю, с туксимабом. Что-то бы вы добавили? С туксимабом. Так, есть другие мнения? А дальше, после химиотерапии, сколько циклов или какой план вообще будете строить? Ну, пока просто химиотерапия, да? Не, ну, с оценкой эффекта, понятно, да? И с тем, что будет происходить по метастатическим этим очагам в печени. Возможно, потом потребуется циторедуктивная операция. Возможно, она и изначально, возможно, была. Тут нужно смотреть... Ну да, тут нужна консультация гипотолога. Гипотолога обязательно. Химиотерапия получается. То чисто технически, ну, можно предположить, что метастазы операбельные. Да, то, что они находятся рядом с сегментом, как вариант. Можно рассмотреть вопрос, что они операбельны. Но другой вопрос. Насколько это целесообразно, учитывая такое быстрое прогрессирование? Не будет ли так, что мы сейчас прооперируем? А через два месяца у нас опять вылезут эти метастазы в другой доле. И хорошо, мы прооперировали, а что мы дальше? Опять одевают фолфоксом, после которого пациент запрогрессировал. Или оставить его под наблюдением, высок риск того, что сразу... Потому что мы же не можем назначать ему цитоксимаб и понитумаб, не имея метастазистического процесса удаленного. Поэтому, возможно, здесь нужно рассмотреть вопрос сразу назначения безоперативного вмешательства, химиотерапии. Тот же фолфири с МК. С понитумабом, например. Ага, спасибо. И я, наверное, сразу спрошу наших баклажаемых экспертов, что они думают. Вы знаете, да, мы сейчас тоже посмотрели вот этот случай. И, например, рука не поднимается сразу прооперировать пациента, потому что она смотрит снимки на фоне прогрессирования во время одевантной терапии. То есть закончили, и вдруг появились очаги. Мне кажется, ни один хирург не возьмёт её для операции. Потому что влиять на естественную историю сразу невозможно. Уже системный характер процесса. И что вы выберете из химиотерапии? Я шёл бы по пути химиотерапии, сейчас второй линии, фолфири. С чем? Ну вот с учётом экспрессии трёх крестов ХЕР-2, наверное, мы всё-таки наставили на анти-ХЕР-2 терапию. Ну, на самом деле, что нам говорит искусственный интеллект? А как мне её запустить? Ситуация, которую вы описали, сложная... Как и в большинстве случаев, да, как отвечает искусственный интеллект? ...вашим онкологам, хирургам или медицинской командой. Однако я могу предложить некоторые возможные варианты, которые могут быть рассмотрены. Целенаправленная терапия, учитывая ХОР-2 слэш-нуваж. Врач может рассмотреть возможность применения тростозома Б. Хорсептин. Может быть применен в комбинации с химиотерапией для более эффективного контроля над опухолевым процессом. Химиотерапия – такие схемы, как фолфири или фолфоксири. Он может также рассмотреть возможность включения в клинические исследования. Хирургическое вмешательство. В некоторых случаях метастатической рецидивирующей опухоли в печени предлагается удаление метастатических очагов. В принципе, мы видим, что искусственный интеллект обсуждает примерно то же самое, что мы и обсуждали. То есть при возможности хирургического лечения обсудить возможность хирургического лечения и назначение химиотерапии. Но вот здесь он нам сразу в первой линии, как и Вячеслав Андреевич сказал, антихир-2 терапию. Ну и действительно мы видим, что возможно при достижении резекции Р0 у пациентов даже с метастатическим колоректальным раком сразу проведение хирургического лечения. При этом, если мы проводим хирургическое лечение, это должна быть именно резекция этих очагов, потому что стереотоксическая лучевая терапия все-таки это больше как дополнительный метод. Ну вот, что мы видим? Что действительно, если мы сразу не можем достичь резекции Р0, и плюс у нас действительно прогрессирование сразу на фоне химиотерапии, наверное, действительно стоит все-таки обсудить химиотерапию для этого пациента, но что произошло в реальной жизни, пациенту выполнили атипичную резекцию. Ему начали с хирургического лечения. Ну и вот, как мы обсуждали, да, через 4 месяца у него случился ожидаемый рецидив в полости малого таза и снова появились метастазы в печени. Дальше ему назначили химиотерапию в фулфире с цитоксимабом, и на фоне этого лечения был достигнут частичный регресс, ему снова провели хирургическое лечение. Ему удалили хирургически этот рецидив в малом тазу и удалили очаги в печени. И дальше условно-адъювантно ему дали 3 цикла химиотерапии по схеме фулфире. Ну вот вопрос такой, что бы вы делали дальше, да, в этой ситуации, и согласны ли вы вообще с выбором схемы фулфире с цитоксимабом и фулфире в условно-адъювантном режиме, и следующий вариант лечения после прогрессирования заболевания. Кто-то готов уже озвучить свое мнение? Давайте. Самые смелые. Да. Ну, мне кажется, в целом я согласна. Мне кажется, это считается условный адъювант, а таргеты мы не назначаем в условном адъюванте. И мне кажется, здесь хорошая опция просто продолжить химиотерапию. Вот. Следующий вариант. Следующий. Ну, я говорю условный. А следующий вариант терапии при прогрессировании заболевания, ну, насколько я знаю, данные по таргетной терапии в последующей линии есть тростозумаб-плопотениб или тростозумаб-пертозумаб. Спасибо большое. Ну, мы согласны, что, конечно, в данной ситуации требуется назначение адъювантного лечения, но насколько актуально в фулфире в данной ситуации, все-таки, если мы рассматриваем это как адъювант, то есть, как бы, в соответствии с сегодняшними реальными клиническими рекомендациями, у нас все-таки ксилокс и фулфокс. Ну, либо к апецитабиному на режиме, да? Как бы, да. Просто пациенту 34 года, как бы, назначать тоже как-то можно. А четвертый столик что-нибудь нам добавит? Нет? Ну, на самом деле, почему вообще именно такие вопросы, да? Потому что все-таки у пациента HER2+. Но мы знаем, что все-таки есть... Ну, что эти пациенты с HER2 хуже отвечают на цитоксимаб. Действительно, в адъюванте у нас нет иринотыкана. Поэтому, несмотря на то, что это условный адъювант, мы его все равно, как бы, называем адъювантной терапией. Поэтому, как бы, насколько здесь целесообразно назначить именно иринотыкан, вот, как раз мы сейчас спросим наших экспертов, что они думают. Ну, вы, если спросите меня, и такой пациент пришел бы на комиссию, я бы после операции отпустил его под наблюдение совсем. Первое, получается, потому что он уже получал аксалиплатин, и с чего мы хотим добиться нашим адъювантным лечением. Второе, по поводу... То есть он сразу после аксалиплатин? Ну, так оно резистентно тогда, как аксалиплатин. Поэтому здесь я бы, честно говоря, дал бы ему отдохнуть. Второе, у нас есть все-таки данные исследований, которые показывают о том, что в случае метастатического процесса и после полной цитаредукции, у нас, что бы вы ни делали, не влияет на общую выживаемость. Вот эта ситуация... Чего? Чего мы хотим добиться? Без рецидивного интервала увеличения? Дайте ему отдохнуть, и вот мы бы пошли по этому пути. Ну, спасибо. А, может быть, коллеги? Коллеги? Не, мы бы это уже в эфире не назначили. Все-таки мы знаем, что в кишке Айлин-Текан в адъюванте не работает. Ну, вот действительно, вот именно, как правильно говорит часто, вот нас, профессор, мы трудный случай себе создаем сами. Поэтому надо было же подумать, что если пациента прооперируешь, а что же ему дать потом? Да, вот это же самый главный был вопрос. В адъюванте антихер-терапию, это опять-таки кишка, это не рак молочной железы. В монорежиме антихер-терапия не работает, да? Нет чувствительности к анти-GFR-терапии. То есть это априори уже либо наблюдать, либо капицитабин только с точки зрения, что пациент занят, да, чем-то. Ну, это как в предыдущей сессии, да? Мы сразу говорили про ингибиторы терапии с первого-второго поколения, так и тут, да? Мы сразу говорили про фулфирис антихер-2-терапии. Ну, и что нам говорит искусственный интеллект? А можно включить нам звук? Продолжение фулфири плюс цитоксимок. Рассмотрение и добавление таргетной терапии на основе ХОР-2 слэш-ну, например, тростузумок, герцептин, ипертузумок, периета. Оценить возможность хирургического вмешательства. Был ли проведен повтор биопсии? Отсутствие микросотеллитной неустойчивости МСА указывает на отсутствие эффективности иммунотерапии. Клинические исследования. Ну, что меня порадовало в ситуации с искусственным интеллектом, это то, что он предлагает тростузумаб спиртузумабом, и то, что он предлагает повторную биопсию. То есть очень здорово, что как бы он об этом задумывается. В принципе, это уже хорошо, хотя, опять же, я убрала везде. Он в конце добавляет, что должен быть консилиум, обратитесь к своему онкологу для получения экспертного мнения. И мы понимаем, что искусственный интеллект, даже не то, что сейчас, я даже думаю, что и в будущем, он юридической ответственности никакой не несет. Поэтому все равно решение будет за врачами. Но в качестве второй и последующей линии при гиперэкспрессии или амплификации HER2, это анти-HER2 терапия. На самом деле, очень хотелось услышать Михаила Анатольевича, потому что, да, есть у нас варианты последующих линий, которые мы можем выбирать. Но, наверное, все-таки сначала анти-HER2 терапия, а потом какие-то другие варианты. И напомню, что у пациента можно попробовать вернуться все-таки к фолфоксу, например, с беоцезумабом, которого у него не было, там, и какие-то другие второперимедины. И еще один клинический случай, это другие наши три стола. Первый, пятый и шестой. Здесь пациентка 47 лет. Она обратилась с жалобами на слабость и диарею. Из анамнеза известно, что два года назад у нее была, выявлена резекция поперечно-ободочной кишки с краевой резекцией центрального отдела желудка. При этом был распад и пенетрация стенки желудка. И одно из осложнений был абсцесс передней брюшной стенки. Хирургическое лечение выполнено этого абсцесса. И гистологически муцинозная аденокарцинома толстой кишки. Она пришла к нам с анемией третьей степени гемоглобин-72. Невыраженные сопутствующие заболевания. И по данным позитронно-эмиссионной компьютерной томографии, достаточно крупное образование в брюшной полости с инвазией к стенке желудка. Как на ваш взгляд, какова должна выглядеть дальнейшая тактика лечения, при том, что у нее есть мутация Киерас и выявлена микросателлитная нестабильность? Здесь ХИР-2 отрицательный. Кто-то готов? Первый, пятый, шестой? Да. Мы бы сделали не в ИПИ. МСАЙ-ХАЙ. Первая линия. А почему комбинированная иммунотерапия? Молодая женщина и у нее крас положительный? Отлично. Согласна, да? Мы обсуждали ее с хирургами, она была неоперабельна. Со специализированными онкологическими бригадами и учетом многих факторов, включая выявленные конкретные генетические мутации, стадию и локализацию рака, а также общее состояние здоровья и предпочтения пациента. Пожалуйста. Наверное, не буду я даже останавливаться на том, что говорит искусственный интеллект. Понятно, он предлагает как вариант обсудить хирургическое лечение, он предлагает иммунотерапию, но он не обсуждает комбинированная это иммунотерапия, либо это монотерапия, и говорит о резистентности к кейрас-ингибиторам с учетом наличия кейрас-мутации. Но то, что мы видим в рекомендациях Русска, то, что мы на самом деле уже много обсуждали, поэтому тоже не буду долго, предоперационная иммунотерапия 4-6 месяцев, мы обсуждали это все при отсутствии прогрессирования и при сохраняющейся нерезиктабельности до года. И действительно у пациентов с рас-мутацией в исследовании с пембролизумабом были хуже результаты по сравнению с комбинированной иммунотерапией. На самом деле мы пошли именно по этому пути. Мы назначили и комбинированную иммунотерапию. После двух введений мы отметили уменьшение у нее этого опухолевого конгломерата. Однако после четырех циклов она выполнила позитронно-эмиссионную компьютерную томографию. И рентгенологи нам пишут такое заключение. Выраженная отрицательная динамика в виде увеличения протяженности и количественных показателей накопления радиофармпрепарата. Поэтому, как на ваш взгляд, что сделать в этой ситуации? Если у пациентки будет полный ответ, какая будет тактика. И в случае наличия у пациентки комбинации браф-мутаций и микросателлитной нестабильности. Кто-то готов? А симптомы у нее есть? Молодые симптомы. У нее диарея и слабость. То есть у нее симптоматика ухудшилась? У нее появилась диарея и слабость. И вы это как подтвержденную прогрессию внесли? Ну вот такие нам результаты дали. Я не знаю, может быть, вам что-то нужно ее дообследовать какие-то? А биописию технически можно было сделать? Можно. Мы бы сделали биописию. Есть какие-то другие варианты? Может, это сделали? Ну, на самом деле, у пациентки была диарея и слабость, и мы решили заняться лечением этих симптомов. И мы дали пациентке преднизолон. И на фоне преднизолона через три недели при выполнении позитронной эмиссионной томографии нам написали полный ответ. Ну вот, у меня тогда вопрос. Мы получили полный ответ. Что сделать дальше? Оперировать пациентку, продолжить иммунотерапию? Ну, как бы... Продолжить иммунотерапию? Моно-иммунотерапию. Моно-иммунотерапию. Что вы говорите, Анастасия Вахимовна? А полный ответ совсем, да? Прогресс 20%, а почему полный ответ? Под морфлористикой. Нет, нет, нет. Мы сделали потом четыре. Нам написали на позитронной эмиссионной напыти прогрессирование. Мы решили, что все-таки, скорее всего, это не прогрессирование, потому что по длине прям по всей кишке светится, и у нее появилась диарея, и решили назначить преднизолон. То есть это были осложнения и подтвердилось? Да, и на преднизолоне все ушло. Мы сделали ПЭТ-КТ, на ПЭТ-КТ рентгенологический полный ответ. То есть эти все изменения ушли, а до этого у нее был полный ответ на иммунотерапию, да? Нет, частичный. Частичный был. А диарея в какой степени была? Третьей. Наблюдение. А в случае наличия у пациентки и бравмутации, и микросателитной нестабильности, какой будет выбор терапии, если бы изначально мы знали, что у нее и бравмутации, и МСА? Иммунка. Да, может быть, в таком случае, да, если это бравмутация, и микросателитная нестабильность, то в любом случае опухоли протекающие более агрессивно, да, если бы это была монотом, микросателитная нестабильность или дикий тип. Наверное, все равно мы оставили иммунотерапию. И спросим наших экспертов, что они думают. Ну, опять-таки, да, то есть субстрата рентгенологического нет вообще? Нет вообще. Оперировать нечего. И четыре цикла всего? Да. Иммуноопосредственные нежелательные явления вы все разрешили? Да. Я бы продолжила, посоветовавшись со всеми, антипиди-1, неволумап, монорежиме до года. Агресс. Мы бы остановились бы в этой ситуации, учитывая полный регресс, конечно, с учетом токсичности, который... Что говорит искусственный интеллект? На самом деле... Да. Нет. Можно нам туда включить? Ну, в общем, мне нравится, что искусственный интеллект выбирает, и что возможно прогрессирование, но мы понимаем, что оно может быть, да, мы должны его исключить, сделав какие-то дополнительные анализы, не знаю, с учетом того, чтобы оценки слабости. Комбинированная терапия. Там, в том числе, то видно, железные взять. Может потребоваться изменение лечебной стратегии, оценка возможностей хирургического лечения, продолжение иммунотерапии, таргетированная терапия или клинические испытания. Судопрогрессирование. Иногда может наблюдаться временное увеличение размера опухоли перед тем, как начнется регрессия. Это требует дополнительного времени для оценки эффекта. Другие причины. Отрицательная динамика может быть также связана с другими факторами или осложнениями, такими как воспаление, инфекция или травма. Если произошел полный регресс с опухоли кишки на фоне применения иммунотерапии, ваш врач может решить продолжить наблюдение без операции. Если имеется наличие остаточной опухоли, повышенный риск рецидива или осложнений, ваш врач может рекомендовать операцию. Относительно МСА и микросателлитная нестабильность. Пациенты с МСА и высоким раком толстой кишки могут откликаться лучше на иммунотерапию даже при наличии мутации БРЭФ. Важно обсудить все эти аспекты с врачом, онкологом или специалистом. В общем, то есть искусственный интеллект знает, что если БРАФ и МСА пациенту нужно назначить комбинированную иммунотерапию. Искусственный интеллект знает, что может быть псевдопрогрессирование и почему это происходит. Ну то есть здорово, и это соответствует нашим клиническим рекомендациям. Но на самом деле, я скажу, что произошло с этой пациенткой в реальной клинической практике. Эту пациентку прооперировали и полного патоморфологического ответа у нее не было. Но с учетом того, что после хирургов она вернулась к нам через два месяца, мы ее действительно оставили под наблюдение. Но что самое чудесное, как Рашидова Хитна сказала, я верю в это чудо и меня не может просто не вдохновлять такие ситуации. Буквально через полгода пациентку это мне показывают на комиссии и говорят, что вот у нее два метастатических очага в печени, забирайте ее на химиотерапию. Я говорю, ну что делать? Ну действительно видно же на компьютерной домографии, вот они два эти очага. Мы забираем ее на отделение химиотерапии. Я думаю, нет, все-таки что-то мне не нравится. Отправляю на УЗИ. На УЗИ не видят эти очаги. Я ее отправляю на ПДКТ. На ПДКТ не видят эти очаги, хотя уже куда точнее после ПДКТ. Я ее отправляю на МРТ. МРТ она не может вылежать у нее, но начинается клаустрофобия. В МРТ мы ей не сделали. Мы делаем ее с контрастом для печени еще раз КТ. Нет этих очагов. Мы ее отпускаем. И вот уже прошло, наверное, год после того, как она была последний раз у нас на отделении. До сих пор прогрессирования, к счастью, у нее нет. И пациентка у нас наблюдается. А что за очаги в печени-то были в итоге? Не могу сказать. Я говорю, Фея Анатольевна, на этот вопрос мне не ответить. Да, потому что я очень сильно удивилась, когда их не увидели на ПДКТ. Но при этом их видели действительно на КТ. Может быть, когда-нибудь я вам покажу эти снимки, и мы с вами обсудим, что это было. Мы с 2018 года активно работаем. У нас уже там, я не знаю, сколько, почти 10 тысяч циклов при разных локализациях. Вот я хочу сказать, что, наверное, с этими больными... Да, мы знали о гиперпрогрессировании. Да, мы знали о псевдопрогрессировании. Это мы знаем. Но иногда так себя ведет опухоль, что мы, у нас же ведь старое представление, плюс 30%, плюс 40, это прогрессирование процесса. Потом мы стали смотреть, есть ухудшение ЭКОГа, нет. Но тут вроде у человека год уже, уже не должно быть псевдопрогрессирование, время уже прошло. И здесь увеличивается опухоль. Вот при иммунотерапии нельзя не верить этому прогрессированию. Одно исследование-то мало. Потому что следующий раз сделаешь, а его нет. И у чуда мы назначили третью линию риграфениба и стопроцентный эффект. Это не потому что стопроцентный эффект, а потому что мы недосмотрели чего-то. Потом мы получаем в этих местах, эти больные случайно оперируются, может быть где-то по какой-то экстренной ситуации. Там оказывается вообще киста. В этом месте, где мы думали, что там прогрессирование. Вот с иммунотерапией нужно четко, прям стопроцентно понимать, что это прогрессирование. Мы можем... Их не так много больных, которые отвечают на иммунотерапию. И если мы сделаем что-то неправильно, мы этих больных еще больше ввергнем в неприятности. И себя в том числе. Не торопитесь отменять иммунотерапию или начинать ее, если вы ее делали, что-то получили, даже если вы 4 цикла получили. Мы сами себе... Вы знаете, что у нас есть школа трудный случай в онкологии. Мы сами себе делаем трудный случай. Реально. Потому что у нас до сих пор вот это в голове, да, плюс 30% прогрессирования. Ну как же, ну видим. И прямо на КТ нам показывают. Вот оно прогрессирование. А потом оказывается, что там никакого прогрессирования нет. Как вот у этой больной. Вы говорите, что с этими очагами? Появились, через месяц, наверное, сделали КТ, и их не оказалось. Куда они делись? Никто не знает, что с ними сделан иммунитет. Вот иммунотерапия это такая штука, которую нужно прям, я не знаю, я говорю, спиной чувствовать. Вот реально. И набирать опыт. Прям набирать и набирать опыт. Хоть и денег нет. Да, и тем более, вот хочу добавить еще, что вот мы, когда с хирургами идем на эти операции, подтверждающие полный ответ, и мы заходим в операционную, и мы разрезаем опухоль, и хирургам говорят, есть опухоль? Они всегда говорят, да, есть, это опухоль. А потом оказывается, что это воспалительный инфильтрат. Они не могут отличить даже, ни клинически, ни внешне, ни по КТ данным. Поэтому это действительно очень интересные больные с нетипичным течением. А если бы подтвердили метастазы, назначили бы я снова иммунотерапию, Альбина Сергеевна. Четыре цикла в анамнезе? Ну, я думаю, что да. Нет, мы бы прооперировали. А что это? Потом мы получили полный ответ. Хорошо, что это не так. Ну, и на самом деле, один такой шуточный вопрос. Из какого кинофильма эта фраза? Что чокнутый, что влюбленный, для медицины это одно и то же. Чародин. Да. И что нам говорит искусственный интеллект? Это интеллект читает, что это фильм клиника. И на самом деле, я пробовала разные чаты, GPT, гига, различные искусственные интеллекты. Кто-то из них выдавал бриллиантовая рука, кто-то клиника. Но, как мы видим, у нас все-таки побеждает пока наш естественный интеллект. Даже при том, что тоже в наших головах достаточно большой массив знаний. Ну, и да, действительно, это фильм чародеи. Поэтому хочу всех поздравить с наступающим Новым годом и пожелать всем как можно больше тепла, улыбок дома, в семьях, чтобы все было хорошо. Спасибо большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ